This conference will now be recorded. Вести его буду я и наш преподаватель, практик. Вместе мы расскажем про то, каким должен быть специалист, который работает по направлению 1С. И, соответственно, тогда попрошу вас, Максима Алексеевича, передайте мне, пожалуйста, права на то, чтобы экран можно было показать. Да, тоже всем здравствуйте от меня. Оксана, здравствуйте. Сейчас я вам передам права для презентации. Сослушатели, мы чуть попозже пообщаемся. Так, значит, давайте. Так, а у вас должен был запрос прийти уже. Посмотрите, нет ли возможности. Сейчас давайте я еще раз попробую вам его вправить. Да, есть. Отлично. Сейчас, секунду, секунду, я вас уже забрал. Так, еще раз давайте. Вот сейчас, смотрите. Окей, видно, да? Да. Так, отлично. Начинаем сначала. Ну, как я и сказала, да, вначале у нас сегодня день открытых дверей по профессии разработчик 1С. Я, как менеджер по трудоустройству наших выпускников, со всей верностью могу сегодня заявить, что это одна из самых востребованных профессий на данный момент. И немножко расскажу вам о нашем центре, если кто-то с нами сегодня первый раз. Нашему учебному центру специалист более 30 лет. Более 30 лет мы учим людей. И у нас сейчас на данный момент уже более 1 миллиона 300 тысяч выпускников по разным направлениям. Основные направления это IT-сфера, это сфера менеджмента, финансовая сфера, маркетинг, реклама, веб-технологии, HR, soft skills и так далее. Мы работаем не только с частными лицами, но и с корпоративными клиентами. У нас более 35 тысяч корпоративных клиентов. Мы учим в классах. И у нас более 60 классов. То есть мы учим как в онлайн формате, в офлайн формате. И, соответственно, в классах мы обучаем в том числе. У нас более 250 преподавателей, экспертов, практиков. И ни много ни мало у нас более тысячи курсов актуальных, на которых мы учим наших слушателей. Почему же хорошо учиться в нашем учебном центре? Со всей уверенностью могу заявить, что работодатели очень высоко ценят наших выпускников. Потому что и сами здесь учатся, и учат своих сотрудников здесь. И понимают, насколько хорошие, полноценные знания для профессионального развития получают здесь специалисты. Наши курсы разработаны с учетом последних требований работодателей. Наверное, кто-то уже знает о том, что с 2014 года введены профессиональные стандарты, профстандарты. И, соответственно, все наше обучение полностью соответствует профстандартам. У нас есть программа помощи в трудоустройстве выпускникам. О ней я расскажу чуть позже, которую сегодня представляю я. У нас есть профессиональные консультации по выбору курса, направлению обучения. Эти консультации вы можете получить как у меня, так и у менеджеров, которые работают с вами персонально. Это живочат, это почта, это телефонные звонки. В любом удобном формате вы можете получить такую консультацию. Мы гарантируем высокое качество обучения. Учим мы по балмонской методике. У нас есть и теория, и практика, которые переплетаются достаточно гармонично. В итоге специалисты выходят с полноценным багажом знаний от нас. А что немаловажно, мы гарантируем расписание занятий. То есть у нас расписание не переносится. То есть вы всегда можете запланировать свое обучение заранее. Как мы составляем расписание? Мы составляем его в начале года и на целый год. То есть любой момент вы можете запланировать на год вперед или на полгода вперед, соответственно, свое обучение. Какие у нас есть форматы обучения? Помимо обучения в классах, классического обучения, где есть возможность пообщаться с преподавателем, задать ему вопросы и так далее. У нас есть, естественно, онлайн обучение, обучение от Каргитема. Это возможность совмещать, соответственно, свое обучение с посещением в классе, либо просматривать записанные вебинары. Это очно-заочное обучение, вечернее, обучение выходного дня, свободное обучение и, естественно, индивидуальное, если вы не можете подстроиться под другие графики. Мы выдаем престижные сертификаты российского, международного образца. О них я расскажу тоже немного позже, но обратите внимание, что это и дипломы о профессиональной переподготовке, то есть переквалификации о смене профессии, курсы повышения квалификации, курсы по soft skills и, соответственно, международные сертификаты, которые выдаются каждому выпускнику и находятся у него, соответственно, в личном кабинете после окончания того или иного курса. Что же сегодня расскажу вам я? Я расскажу вам сегодня о востребованности профессии разработчика 1С, о зарплатах, что немаловажно, разработчика 1С в России в 2022 году и о наших сервисах по трудоустройству для выпускников. То есть как же реально Центр Специалист помогает выпускникам трудоустроиться. Поэтому предлагаю всем участникам сегодняшнего Дня открытых дверей оставаться с нами до конца. Надеюсь, что вам будет не скучно. И в свою очередь хотела бы представить нашего преподавателя, который вместе со мной сегодня проводит День открытых дверей. С удовольствием представляю вам Баленкова Максима Алексеевича, преподавателя-профессионал, практик. Более 10 лет работает с платформой 1С предприятия, участвовал в внедрении зарплатных проектов на платформе 1С предприятия, в том числе самописных. Занимается доработкой, сопровождением, решением в различных государственных и бюджетных учреждениях. Максим Алексеевич, с вашего разрешения передаю вам слово. Расскажите нам про профессию подробнее, про 1С. Так, всем еще раз здравствуйте. Сейчас я заберу управление, мои коллеги. Спасибо. Так, ну я надеюсь, что на экране мой слайдик видно. Вот, Светлана Алексеевич, все видно хорошо, отлично. Да, все отлично. Да, так, спасибо, Оксана, за водную часть. Хочу еще раз со всеми поздороваться. Заранее, вот, пока я буду сейчас тут говорить, хотел бы попросить коллеги, напишите в чате, вот, чем вы занимаетесь в текущий момент, или чем занимались с точки зрения профессиональной деятельности, и почему заинтересовались именно 1С, и имели ли вы опыт вообще работы с 1С, хотя бы там как пользователь, может быть, вы как бухгалтер, да, там, с 1С, там, или как расчетчик сталкиваетесь, или, может, просто хотите сменить профессию, может быть, вы вообще с IT никакого отношения никогда не имели, потому что я чуть дальше расскажу, да, вообще, на кого ориентирована данная программа. На самом деле, она ориентирована на максимально широкий круг лиц. Вот, тем не менее, напишите вот такую маленькую, как бы сказать, вводную часть, чтобы было примерно понятно, кто у нас с какими, так сказать, целями приходит, и, может быть, я как-то, соответственно, скорректирую свой текущий посыл. Ну, значит, курс у нас большой, да, состоит он из, как минимум, девяти модулей, один из которых у нас является вводным, а остальные модули, они, соответственно, освещают какую-то вот определенную область в разработке в 1С. Значит, в принципе, да, что можно рассказать про систему 1С предприятия, да, эта система достаточно уже известна, я думаю, практически каждый, да, кто так или иначе сталкивается, да, там, с работой с темой учета, как минимум, да, с этой системой знаком. Вот, кстати говоря, тоже вот мне вот интересно всегда во-первых занятие, с кем мы начинаем на АЗАХ, там, на основных объектах, это модули нашей дипломной программы, я обычно спрашиваю, вот, что для вас сейчас 1С, что такое 1С предприятие? Вот интересно всегда послушать, как отвечают на этот вопрос. Потому что, в принципе, система известна, многие в ней работают, но у разных людей разное представление о том, что это вообще за продукт, для чего он нужен. Самый, конечно, частый ответ, да, забегая вперед, это учетная система, да, там, или бухгалтерская программа. Вот, можно, конечно, ну, это будет лишь отчасти правдой, да, то есть это не определение, но заслуживает все-таки какое-то вот свое место, да, в большом длинном определении, что такое 1С предприятие. Так, вот информационная система для учета всего. Ну, что-то вроде, что-то вроде. Так, ну, обычно правильно говорить, да, система 1С предприятия, иногда мы с вами уже, так сказать, по стариночке сокращаем просто до фразы 1С, да, ну, 1С – это большая отечественная фирма, которой, конечно, занимается не только системой 1С предприятия, однако, наверное, это ее самый сейчас ведущий продукт, и, в принципе, именно с 1С предприятия обычно мы ассоциируем слово 1С. Значит, почему вообще имеет смысл заниматься 1С-кой? Ну, тут ответ будет разный, в зависимости от того, соответственно, вот с какими целями вы приходите на обучение, да, и что вы хотите. Потому что часто вот многие мои слушатели – это именно люди, которые не то, что хотят переквалифицироваться, да, а очень часто по работе приходится сталкиваться, так или иначе, с программистами, с разработчиками 1С, штатные программисты есть, да, иногда там из фирм франчайзи приходят программисты, и нужно найти некий общий язык, то есть понимать вообще, о чем программист говорит, да, что там, ну, как бы научиться общаться с теми же сами доработчиками. То есть, может быть, вы не хотите, да, ничего сами там разрабатывать, дорабатывать, да, но вам надо уметь общаться с соответствующими людьми. Там, техническое задание, например, составить, уметь, и так далее. Вот, это очень большая группа людей, да, которые приходят обучаться. Есть, соответственно, ну, люди, кто приходят для смены профессии, например, они уже, ну, неплохо себя чувствуют в сфере IT, возможно, программируют в какой-то другой среде, да, на каком-то другом языке программирования. Правда, хочу сразу сказать, да, что 1С – это не язык программирования. Да, у нас есть там язык программирования, есть язык запросов, но все-таки 1С – это именно специализированная среда, да, то есть это продукт, который решает конкретно определенные задачи, и программирование там идет, как бы, в помощь для решения этих самых задач. Но все-таки это не чистая воды язык программирования, да. Вот, хотя он у нас здесь присутствует, и мы его изучаем и активно им пользуемся. Конечно, без него, на самом деле, никуда. Вот, тем не менее, вот что тоже интересно, да, если вы вообще не сталкивались с программированием, то 1С – это неплохой продукт для того, чтобы начать его изучать, потому что встроенный язык программирования в 1С, он достаточно такой, не объемный, да, то есть с точки зрения синтаксиса, синтаксических конструкций, с ним достаточно просто. То есть он не нагроможден различными синтаксическими конструкциями или синтаксическим, там, сахаром, так называемым. Вот, поэтому, на самом деле, довольно-таки легко получается у тех, кто только вот начинает, кто в первый раз вообще сталкивается с программированием, да, довольно-таки легко вот обучаются именно языку, встроенному языку программирования в 1С. Да, и вот если поначалу даже прямо видно, что у слушателя вот тяжеловато там идет, да, ну, где-то вот спустя, там, скажем, 10 занятий уже большинство моментов становятся очевидными, там, мы уже там не задумываемся о каких-то там базовых вещах, да, там, что такое переменная, что такое функция, чем она отличается от процедуры. Вот, так что, на самом деле, неплохой способ, да, вообще войти вот в сферу программирования. Да, при желании можно всегда, так сказать, двинуться куда-то дальше. Вот, хотя, вот, если обратиться к слайду, да, и, вот, так сказать, пройтись по пунктам слайда, то главная мысль, которую хотелось бы здесь, конечно, выразить, в том, что, в принципе, да, можно в среде 1С предприятий спокойно, как бы, жить годами, работать и прекрасно себя чувствовать. То есть здесь, в принципе, найдется место всем, да, то есть и начинающим специалистам, и, на самом деле, есть много способов устроиться даже на стажерские должности, да, это абсолютно нормальная практика, может быть, Оксана потом подробнее расскажет про это. Вот, если что, я потом подробнее расскажу на занятиях, с кем мы будем заниматься, учиться вместе. Вот, средний уровень тоже, как бы, вполне себе нормально себя чувствует, да, вакансии, тоже забегая вперед, да, так сказать, забирая хлеб, Оксана скажет, что вакансий по 1С всегда было много, в последние годы они действительно в своем количестве, они увеличиваются, то есть не по одной, ну, бывают какие-то скачки плюс-минус, но я вот помню те же самые, там, скажем, цифры ориентировочные, вот, там, в 2015-м годах, в 2015-м, в 2016-м, в 2017-м годах, да, и вот цифры растут, да, и растут, соответственно, и размеры заработной платы. Вот, что точно могу сказать, да, если у вас, как бы, цель именно войти в эту сферу как разработчик, как программист, то, в принципе, если вы готовы, вот, обучаться, да, там, сказать, так сказать, работать, да, качественно выполнять свою работу, изучать материал, да, то, как бы, если вы достигнете, вот, высокого уровня, да, как специалист, как высококвалифицированный специалист, то там же, в принципе, оплата труда, она, ну, очень может быть достойна, да, и даже нет смысла, там, в принципе, сравнивать, возможно, с какими-то, там, иными, там, средными языками, вот, здесь тоже все очень-очень неплохо. Вот, ну, опять же, тут хочу сделать такой комментарий, да, что, в принципе, любая, наверное, вот такая отрасль IT, в том числе, как разработка, вот, в один из предприятий, неважно даже, ну, не обязательно говорить чисто про 1С, тут важно понимать, да, что вы, когда заходите в эту сферу, вы должны постоянно совершенствоваться, то есть, в идеале, здесь нельзя просто взять, научиться и рассчитывать, что вот этого багажа знаний вам хватит на все оставшееся время. Может быть, конечно, бывает из всех правил исключения, которые подтверждают правила, как говорят, да, то есть, есть, как бы, можно какую-то должность занять в определенной фирме, где будет какой-то один продукт установлен, который вы будете немножечко обслуживать, да, то есть, в принципе, работа будет, так как говорится, ну, не сильно нагруженная, ну, и не сильно высокооплачиваемая, вот, то есть, бывают, как бы, различные варианты, но, тем не менее, все-таки надо понимать, что если вы рассчитываете на рост в данной области, да, в этой сфере, то вам нужно постоянно что-то изучать. И у 1С есть своя специфика, да, и здесь очень хорошо чувствуют себя люди, как разработчики, те, которые имеют какой-то опыт как пользователь, да, то есть, это всякие бухгалтеры, кадровики и так далее. То есть, по факту, разработчик 1С, он некий универсальный специалист, да, вот в нашем представлении отечественном, да, некий универсальный специалист, который не просто занимается программированием, да, то есть, написанием кода. Написание кода – это, ну, как сказать, это не совсем того призвание, это не совсем то, что призвание, да, здесь, как бы, надо еще знать все-таки предметную область, да, то есть, без этого никуда, в идеале, конечно, хороший разработчик 1С, он понимает бухгалтера, расчетчика, да, как бы, с полуслова. Вот, в определенных фирмах есть еще такая должность, как методист. Методист, да, это некий посредник между программистом и заказчиком, да, чтобы они, как бы, лучше друг друга понимать. Вот, тем не менее, конечно, на практике, если вы долгое время работаете с разработкой 1С, вы так или иначе начинаете осваивать предметную область, да, начинаете в ней разбираться, да, начинаете разбираться в бухгалтерском учете, и чтобы решить определенные задачи, вы погружаетесь в эту тему, да, и так или иначе, спустя какое-то время у вас появляется такой неплохой багаж знаний в предметной области. Так, ну, давайте посмотрим, что тут написали, ответили, да, значит, ну, вот, да, как обычно, вот, кто-то с бухгалтерии, кадровики, кто-то меняет профессии, разные-разные варианты. Так, ну, вот, собственно, если вот так в целом говорить про систему 1С5, вот такая у нас с вами, как бы, обстановка, да, это все-таки лидер рынка, в каждой фирме у нас так или иначе присутствуют какие-то продукты от 1С, да, ну, в огромном количестве, да, я не могу сказать прямо за что, 100%, да, конечно, такого не бывает. Вот, ну, это все-таки, наверное, приоритетный продукт на отечественном рынке. Очень много вакансий, очень много вакансий, их количество увеличивается, и, что главное, те, кто никогда не сталкивался с разработкой, кто только в эту профессию входит, соответственно, есть возможность, где, так сказать, найти вот первый-первый опыт, да, первые задачи. Потом, опять же, буду рассказывать, так сказать, не означать во время занятий, где можно еще получить первый опыт, да, помимо там трудоустройства, на стажерской должности, есть интересные способы именно практического опыта, да, потому что, чтобы начать осваивать то же самое программирование, разработку, нужно, конечно, решать реальные задачи. То есть, ну, сразу к реальным задачам переходить, вот, не зная ничего, конечно, это очень сложно. И тут вот у меня, кстати говоря, представлена маленькая вырезка сайта 1С, да, по количеству пользователей на самых крупных внедрениях, самого приоритетного продукта 1С ERP, да, это решение от 1С на базе системы, ну, на базе платформы 1С предприятия, да, так сказать, самое сейчас передовое, будем так говорить. Оно, по сути, в себе включает все, что можно. Вот, ну, мы сейчас не про 1С ERP рассказываем, мы говорим в целом сейчас про разработку, про создание решений, и доработку в рамках системы 1С предприятия. Да, кстати говоря, что такое система 1С предприятия? Написали мне вот всего один ответик, да, информационная система до учета всего. Такое все-таки 1С предприятие. 1С предприятие – это вообще как бы у 1С, да, есть тоже своя история. Когда действительно 1С в своих старых версиях была учетной программой, вот можно было ее просто так назвать, программа там для ведения бухгалтерского учета, можно было и так сказать. Таких программ, как бы, было тоже, в принципе, немало, да, и, оглядываясь назад, много достаточно внедрений, да, то есть переходов на тот же самый ЗУП, на ЗИГ, с различных, там, вот, так сказать, таких стареньких-стареньких уже программок для ведения, там, закладного учета. Кадрового расчета заработной платы в различных государственных учреждениях, вот. И, соответственно, когда-то 1С была тоже такой же программкой, но вот спустя некоторое время 1С пришла немножечко на другой путь. От разработки просто какого-то решения, да, была разработана так называемая платформа 1С предприятия, это среда разработки. И на базе этой среды у нас с вами разрабатываются неопределенное количество решений может быть разработано, да, в частности, есть просто решения, которые разрабатывают самой фирмой 1С, ее партнерами. Те, что разрабатываются фирмой 1С, мы называем типовые решения, вы о них все слышали, это бухгалтерия, ИРП, ЗУП, ЗИГ, управление торговлей и так далее. То есть этих решений достаточно много. Вот, и есть партнерские различные решения, как бы адаптированные под определенные отрасли, или еще, ну, там, отраслевые решения. Вот, то есть все они создаются с помощью вот нашей специальной среды. Среды разработки и среды исполнения, потому что, чтобы запустить эти решения, нам тоже нужна вот самая технологическая платформа. То есть это как бы сердце этой самой системы. Именно она и называется технологическая платформа 1С предприятия, какой-то версии. Ну, текущая версия у нас 8.3 актуальная. Если там совсем уточнять, там 8.3.20, скажем так, да. Вот, соответственно, вот это и есть система 1С предприятия, то есть платформа и различные решения. Решения разворачиваются в информационные базы. У вас появляется какая-то база данных, да, потому что, по сути, решения предполагают учет, да, то есть наши решения позволяют нам, прежде всего, ну, я вот обычно упрощаю, да, чтобы там не строить сложных терминов, что мы тут делаем, для чего. Да, здесь мы, в принципе, грубо реавтоматизируем учет, бизнес-процесс, да, а учет – это накопление данных. А накопление данных – это огромное количество информации, огромное количество данных, да, которые нужно где-то складировать, хранить. Поэтому без баз данных нам тут никуда. Поэтому у нас язык запросов есть, да, свой в 1С, который позволяет нам к этим данным обращаться, получать выборки данных различной сложности и использовать, например, в различных алгоритмах или, например, при построении отчета, видите. В принципе, главная цель учета – это во многом именно построение отчетности, если там не 99-процентная, да, цель. То есть так или иначе, мы с вами строим отчетность, то есть используем вот эти данные, которые у нас хранятся, да, получаем какую-то информацию там, либо в чистом виде, да, либо вот в каком-то преобразованном. Ну и также, основываясь там на определенных алгоритмах, на этой же самой информации, мы можем, например, новые данные создавать, да, например, мы не в флакнотике считаем ту же самую заработную плату или себестоимость нашего товара, а за нас это делает, собственно, наша 1С. Вот, поэтому, да, Framework, ну, да, в принципе, можно и так сказать. То есть это среда разработки и среда исполнения наших с вами программ. Конфигурации, да, вот решение мы называем конфигурацией, которые создаются с помощью технологических платформ в режиме конфигуратора, так называемого, если вы работали с 1С, и у вас установлен так называемый толстый клиент, то вы, скорее всего, видите такую кнопочку при запуске информационной базы конфигуратора. Вот это и есть наш основной режим работы, в котором мы, как бы, с вами учимся трудиться, да, как разработчики будущие. Вот, пользователи обычно туда, как бы, практически не заходят. Единственное, для чего заходят пользователи в конфигуратор, это вот там, где мы с вами ведем разработку или доработку решений. Это, конечно, там, ну, такие административные действия. Сделать резервную копию, то есть выгрузить информационную базу там или загрузить ее. Вот, это обычно то, для чего пользователь там в небольшой фирме, да, может туда зайти. Вот, ну, и какая еще одна важная мысль, да, которую мне хотелось бы до вас донести, что, в принципе, мы с вами здесь будем обучаться как. То есть кто придет на данную программу, у нас, вот, как видите, вот такое количество модулей будет присутствовать, которые нужно пройти, по которым нужно пройти тестирование. И в каждом модуле, практически в каждом модуле, вот помимо первого модуля, основа программирования баз данных, это, как бы, вводный, вообще, вводный, как бы, курс, то есть он не посвящен конкретно 1С, хотя мой коллега, который, скорее всего, будет вести данный курс в ближайшее время у вас, он постоянно будет, как бы, какие-то примеры, там, из 1С приводить. Вот, значит, на каждом из этих модулей мы с вами будем создавать собственное решение, да, то есть у нас формат обучения какой? Мы с вами создаем с нуля, как правило, определенные решения, которые решают задачи какие-то конкретные, специализированные, да, вот есть бухгалтерские задачи, там, нет, или оперативный, да, то есть оперативный учет, учет здесь и сейчас, да, например, когда мы с вами, там, пытаемся продать товар, нам надо знать, есть у нас этот товар на складе или нет, вот нам нужно быстро эту информацию и четко получить, да, при этом, чтобы никто нам не помешал, да, допустим, какой-то менеджер параллельно с нами тоже пытается этот товар продать, да, вот мы должны получить чистые данные, да, можем ли мы продать, хватает нам его или нет, да, чтобы не было никакой ошибки. Так вот, в каждом из этих модулей, практически в каждом, да, мы с вами создаем решение с нуля, то есть мы изучаем объекты, как они работают, как они друг с другом взаимодействуют, то есть это то, из чего строятся, объекты, это то, из чего строятся наши вот эти решения. Пишем код, да, тоже определенный, да, там, приемчики изучаем, синтаксис и так далее. Вот, то есть мы учимся разрабатывать с нуля, но, конечно, на практике в 99% случаев все-таки вы будете как специалист работать уже готовыми решениями, да, то есть я не буду, как бы, да, говорить, что не создаются с нуля, они создаются решения с нуля в некоторых фирмах, делать самописные решения, да, и я такие создавал, и это имеет место быть, но все-таки приоритетно, да, это именно обслуживание уже существующих решений, которые поддерживаются фирмой 1С. И переписывать просто так, без необходимости, ту же самую бухгалтерию вы вряд ли будете. Да и плюс зачем? Потому что кто будет эту бухгалтерию поддерживать? Потому что ценность той же самой бухгалтерии, да, как конфигурация 1С, не в том, что вне какие-то механизмы там особо классные разработаны, а в том, что эти механизмы поддерживаются, да, и актуализируются. То есть, например, те же самые какие-то важные отчеты, изменения, все это отслеживается в законодательстве, что там происходит, меняется, и все это максимально оперативно переносится в эти решения. То есть, обслуживание – это тоже очень-очень важная часть продукта. Да, и еще раз, переписывать просто так бухгалтерию под себя с нуля, как бы используя механизм платформы, вы можете это сделать. Любой может создать свое собственное решение. Да, и вы это научитесь делать. И вы поймете, что это не так, на самом деле, и сложно, как может показаться на первый взгляд. Но не всегда это имеет смысл. Однако для того, чтобы войти все-таки в эту среду, научиться с каким-то базовым навыком, мы используем такой прием – решение сквозного примера. То есть, вы создаете решение, и параллельно, когда его создаете, вы обучаетесь, узнаете, как работают те или иные механизмы в нашей с вами системе 1.100.3. Быстро пробегусь по модулям, которые у нас здесь изучаются. Значит, у нас, да, в программированиях мы с вами изучаем достаточно подробно базовый синтаксис, который у нас есть во встроенном языке программирования. То есть, по сути, мы учимся самым-самым основам программирования, учимся работать с переменными, с примитивными типами данных. Все это в связке с изучением самых основных объектов, из которых строятся наши решения. Это документы, справочники, константы, обработки отчеты. Формы, создание программирования форм. Это очень важная тема и так далее. БСП нет, БСП касаться не будет. БСП – это уже, скажем так, некий продвинутый уровень, это уже практическая разработка. А здесь именно это вот как академическая дисциплина, то есть мы изучаем основы, базу, то потом, что вы будете совершенствовать. Дальше, после АЗО программирования, да, то есть это именно вот есть у нас основы просто программирования, а есть как бы основы программирования в 1С. После основы программирования в 1С у нас начинается, так сказать, модуль из пяти курсов. Или лучше сказать так, у нас проходит специализированный модуль, так называемый язык запросов, где мы чисто занимаемся с вами запросами к базе данных, используя язык запросов 1С. А после этого модуля у нас уже идет такой специализированный, так называемый комплексный модуль, в котором мы учимся с вами использовать специализированные объекты нашей платформы для решения вот узкоспециализированных задач. Их у нас как бы три, да. Стандартно у нас их обычно три. Есть как бы по стариночке три конфигурации, которые вот к этим механизмам относятся. Это бухгалтерские механизмы, да, это у нас наша бухгалтерия любимая. Это зарплатные механизмы, это, собственно, тот же самый зуб, да. И это оперативные задачи, да, это самый явный пример, это управление торговой, да, конфигурацией. Вот. Это вот блок из специализированных модулей, перед которым идет так называемый блок основных объектов. Это что-то вроде продвинутых азов. То есть на азах мы самые основы изучаем, там все у нас максимально простенько. Вот. Соответственно, на основных объектах мы уже немножко двигаемся вперед и затрагиваем уже более сложные темы. Там делаем акцент, например, на типы данных, объектные типы данных, как с ними работать, как создавать свои методы у объекта и так далее. И последние два модуля – это средства интеграции и обмена данными и механизм бизнес-процессов. Это два отдельных таких специализированных модуля. Очень важный модуль – средства интеграции и обмена данными. Конечно, сейчас у нас эта тема, она актуальна как никогда, да. То есть обмен данными – это, в принципе, тема, наверное, актуальна всегда. Да, потому что наши системы, все, как бы, большинство систем, я не знаю, все системы, которые у нас есть, программное обеспечение, оно обменивается данными друг с другом. 1С – не исключение. И мы будем с вами обучаться, как обмениваться данными с другими 1С, с сайтами, с какими-то иными там программами, используя, например, форматы XML, JSON и так далее. То есть курс очень важный, очень интересный, но достаточно сжатый. То есть, опять же, тема обмена данными – это очень большая тема. Да, и вот этот курс, он у нас формата такого будет как бы ознакомительного, то есть мы все по чуть-чуть посмотрим, да, ну, по сути, под каждый раздел данного курса можно еще отдельный курс провести. И, в принципе, на самом деле, по некоторым из них есть, например, по веб-сервисам. Вот. И механизм бизнес-процессов, он такой, у нас получается заключительный модуль, он достаточно такой, как бы, хорошо сбалансирован с точки зрения времени и материала. Там он несложный и достаточно интересный. То есть мы с вами пытаемся там запрограммировать различные бизнес-процессы, используя специальные объекты, которые у нас есть в платформе, да, рисуем с вами карты маршрута нашего бизнес-процесса и вот различные там задачки пытаемся решать. Он, на мой взгляд, такой один из самых несложных и даже, как бы, интересных таких, да, больше. Вот. Ну и потом у нас будет итоговая аттестация. Вот, собственно, из чего состоит базовая программа. Дипломная, да, она на самом деле формально может еще расширяться. Если бы дополнительно сюда что-то добавлять, можно было бы еще добавить, например, курс по разработке отчетов на СКД, да, и курс, например, по разработке управляемого интерфейса. Да, ну, они, такие курсы есть, просто они не входят в дипломную программу, то есть мы этих тем касаемся постоянно, там, тема интерфейса, да, к примеру, там, разработки форм. То есть в каждом модуле мы, так или иначе, с формами работаем. Вот. То же самое касается отчетов. Вот. Но есть, опять же, отдельные курсы, которые посвящены этим темам. Вот. Их тоже можно изучать, нужно изучать, но вот прежде всего, да, это вот эта программа. Самая, наверное, неудачная будет идея, это если пойти на какой-то модуль, пропустив остальные, потому что бывает такое происходит, и всегда очень тяжело со слушателями в таком случае работать, потому что когда мы двигаемся от начала и до конца, да, вот все вместе, большой группы, мы с вами какие-то моментики изучаем, смотрим, там, что-то обсуждаем, да, и когда слушатель пропускает, например, прыгает с первого курса, там, через 3-4, да, полагая, что, в принципе, все нормально, а потом, как правило, тяжело. Да, многие моменты, которые уже отработаны, да, вызывают сложности, и у человека сбивается внимание. То есть он начинает уделять внимание то, чему мы, как бы, уже не должны уделять внимание. Так, ну, в принципе, на самом деле, это все, что я вот так хотел бы рассказать вам, то есть не буду вас много времени отнимать, у нас уже прошло достаточно много времени, осталось там минут 10 от силы. Если есть какие-то вопросы, задавайте, у меня еще есть необходимость передать управление моей коллеге Оксане, да, чтобы она рассказала там непосредственно уже об обучении с точки зрения, там, какие есть форматы, сколько там по часам у нас будет, та или иная программа, тот или иной мобиль, и так далее. Если какие-то вопросы есть, задавайте, я пока передам управление тогда Оксане. Оксана, вы со мной здесь еще? Да, да, Максим Алексеевич, спасибо вам большое за подробный рассказ, и я тогда с своей стороны расскажу уже про профессию с точки зрения зарплаты, где ждут таких специалистов. Спасибо. Сейчас я вам передаю тогда презентацию. У кого-то какие-то вопросы будут, напишите, я, у нас время будут оставаться, я попытаюсь там быстренько на них ответить. Если вопросов нету, тогда передаю управление Оксане. Так, ловите. Так, видно, да? Правильно? Да, да. Так, ну давайте тогда немножечко по одному из тоже самых важных вопросов, вопросу трудоустройства, да, то есть как у нас проходит этот процесс, как мы помогаем выпускникам трудоустроиться. Хотела бы рассказать, где же у нас сейчас требуются разработчики 1С, в каких отраслях. Ну, вернусь немного к презентации Максима Алексеевича. Скажу тоже со своей стороны, что стажеры на 1С требуются. В среднем работодатели в неделю заявляют по 2-3 вакансии на 1С. То есть это специалисты различного уровня, и стажеры, и начинающие, продвинутые от 1 года и так далее. То сейчас это, ну, в хорошем смысле, прям такой хит направлений трудоустройства. Организации разные, строительные, госкорпорации, департаменты, торговые, банки и так далее. Все что угодно, да. Ну и, соответственно, вот по статистике сайта Headhunter, Superjob, работа.ru, наибольшее количество предложений по 1С, вообще сейчас в целом более 9,5 тысяч актуальных вакансий на разработчика 1С. В первую очередь 1С разработчики требуются в сферу информационных технологий, системной интеграции, интернет, более 2800 вакансий. Далее у нас розничная торговля, около там полутора тысяч вакансий. Продукты питания, услуги для бизнеса, строительства, недвижимости и так далее. Со своей стороны хочу сказать, что это достаточно большое количество вакансий. Вот из всех сфер направлений, которые связаны с IT областью, да, это одно из ведущих направлений, это как раз 1С программирования, разработка и так далее. Часто выпускники спрашивают, когда вот учатся у нас, да, есть ли вакансии для начинающих, можно ли трудоустроиться и так далее. Конечно же, вакансии для начинающих специалистов есть всегда. Они всегда были, будут и есть на данный момент. Это я вам могу заявить с абсолютной уверенностью. Какие же зарплаты получают сейчас разработчики 1С? Немножко разделила по локации, если кто-то с нами сегодня присутствует из других городов и регионов, да, чтобы тоже было понимание, как идет разбивка по заработной плате. Если говорить о работе без опыта по Москве и Московской области, мы отталкиваемся в среднем от 85 тысяч за месяц, с опытом работы до одного года 130, и дальше ведущий специалист с опытом работы от двух лет, от, ну, средняя зарплата 300 тысяч в месяц. В Санкт-Петербург немного снижается коэффициент, но, тем не менее, все равно достаточно конкурентоспособной зарплаты от 80 тысяч с опытом работы до года 110, и ведущий специалист от 250 тысяч. Регионы, достаточно такие крупные города, от 60 тысяч, средняя 90 зарплата и до 160, это когда опыт работы уже более двух лет. Ну, расскажу немного, как мы помогаем выпускникам трудоустроиться. В первую очередь, это, конечно же, индивидуальная консультация со мной. Проходит она в онлайн-формате, я помогаю, по сути, перестроить резюме под новую специальность. Если вы проходите обучение по повышению квалификации, соответственно, я помогаю выстроить ваше резюме, сопроводительное письмо с учетом тех знаний, умений, которые вы получили, чтобы получить либо новую должность, повышение по службе, либо какие-то другие зоны ответственности у вас были на работе, которые бы вам помогали профессионально развиваться. Помимо моей консультации карьерной, у нас есть бесплатный курс по технологии трудоустройства. Проходит он у нас раз в месяц в онлайн-формате. Вы можете записаться у нас на сайте и прослушать восьмичасовой, такой достаточно обучающий курс. Это вот прям практически как обучение проходит. У нас есть реальный кейс от работодателей. Это вот дни карьеры, которые проходят точно так же, как и дни открытых дверей в онлайн-формате. Только вместо преподавателя там выступает работодатель, он рассказывает о своих вакансиях. И, соответственно, вакансии и стажировки у нас размещены на сайте. На страничке трудоустройства там размещены все горящие вакансии, которые требуются, специалисты, которые требуются практически вчера. То, что называется. В чем преимущество вакансий, размещенных у нас на сайте, для наших выпускников? Работодатели обращаются с целью привлечения к работе именно наших выпускников. Им нужны наши сертификаты, знания, которые получают именно у нас на курсах выпускники. И, конечно же, есть возможность пообщаться с работодателем лично. То есть это не сайты работные, HeadHunter и Superjob, а определенный работодатель, который дал свои контакты, и вы смело можете обращаться к нему напрямую. Все контакты в любой вакансии, которая размещена у нас на сайте, указаны. Ну, вот карьерные консультации, да, немножко просто себе расскажу. Вы заходите на страничку трудоустройства, заполняете Google форму. В течение трех рабочих дней я с вами связываюсь, и мы с вами договариваемся о встрече в ближайшие дни. Два-три дня. Записаться ко мне можно также и по почте jobsobachkospециалист.ru Можно написать по почте, я отвечу на все ваши вопросы. Ну и вакансии от наших партнеров. У нас, как я и говорила, в начале более 35 тысяч корпоративных клиентов, которые учатся у нас сами, учат своих специалистов, сотрудников у нас. Ну и вот здесь на этом слайде представлены наиболее такие, да, скажем так, крупные наши клиенты, которые сотрудничают с нами уже не первый год. Наши вакансии мы размещаем не только у нас на сайте специалист.ru, но и в телеграм-канале. И у нас есть специальная страничка в ВК, да, так и называется, вакансии учебного центра специалист. Пожалуйста, если кому-то удобнее просматривать вакансии через социальные сети, анонс там делаю тоже я, и я всегда делаю его параллельно с сайтом, да, то есть если на сайте размещена какая-то вакансия, она появляется у нас в телеграм-канале, либо в ВК на страничке трудоустройства. Ну, про дни карьеры я немного рассказала, да, где работодатели приходят со своими вакансиями, отвечают на вопросы, и что мне кажется тоже важно, на днях карьеры есть возможность пообщаться с работодателем уже лично, задать вопросы, прислать резюме, да, то есть не ждать каких-то ответов с работного сайта. На мой взгляд, это очень важно, с учетом того, что есть и конкуренция на рынке труда и так далее, то здесь у вас уже такое появляется возможность завязать диалог с потенциальным работодателем. Максим Алексеевич очень подробно рассказал нам про профессиональные навыки, которые требуются от разработчика 1С. Я, со своей стороны, хотела бы обратить ваше внимание на те навыки, которые называются сейчас либо soft skills, либо около профессиональные. Я люблю больше называть это личностные навыки, то есть это те навыки, которые сопровождают человека в любой профессии, они идут с ним по жизни. И вот какие же нужны личностные навыки, качества для разработчика 1С. Это умение видеть, быть нацеленным на результат, гибкость, оперативность принятия решений, да, то есть не затягивать какие-то вещи, которые требуют бизнес от разработчика. Хорошие аналитические способности, эмоциональный интеллект, то есть это умение правильно реагировать на эмоции другого человека, считывать их и давать обратную связь. И умение управлять временем или, как это сейчас называется, тайм-менеджмент. Со своей стороны тоже хочу поделиться, часто задаю работодателям вопрос, готовы ли они брать человека, которого нет опыта работы в какой-то сфере, он переучился, но в другой сфере уже состоялся как профессионал. И вот здесь как раз работодатели делают акцент на вот этих вот софт-скиллс, личностных качествах. Они готовы брать человека без опыта работы, но если он уже как профессионал зарекомендовал себя в какой-то другой сфере и имеет вот эти вот околопрофессиональные навыки развитые, то такому специалисту уделяется особое внимание и всегда такого человека готовы в первую очередь рассматривать к себе на ту или иную вакансию работодателям. Немножко так просто схематично опишу, да, то есть кто такой идеальный кандидат? Это человек, имеющий профессиональные навыки, соответствующие рынку труда, соответствующие профессиональным стандартам и так далее, личностные навыки. И тогда получается, как мы говорим, настоящий специалист, настоящий профессионал своего дела, который будет работать и которого ждут в любой организации. Не забывайте, пожалуйста, да, то, что если вы сейчас планируете обучение у нас на курсе, на дипломной программе, про которую мы сегодня, к примеру, рассказываем, у нас есть возможность повышать постоянно свою квалификацию. Наверное, знаете про концепцию непрерывного обучения, то сейчас важны универсальные специалисты, люди, которые много знают и постоянно находятся на плаву, да, то есть они в курсе всех современной тенденций, особенно если в какой-то сфере они развиваются, ну, то есть в какой-то сфере определенно идет развитие профессиональное. И вот для всех участников нашего дня открытых дверей сегодня хочу просто обратить ваше внимание, что если вы проходите обучение по дипломной программе, у вас в течение шести месяцев остается возможность пройти любое обучение в онлайн формате с 30% скидкой, прошу прощения, в ближайшие шесть месяцев. Как Максим Алексеевич, я обратила ваше внимание ранее, да, что любая дипломная программа, она строится из нескольких блоков. И вот между блоками иногда есть небольшие перерывы. И для как раз слушателей дипломных программ есть такая возможность пройти курсы по soft skills с 15-20% скидкой, да, то есть заполнить вот эти перерывы, используя для себя. То есть это либо коммуникативные навыки, навыки лидерства, тайм-менеджмента и так далее. Это вот, еще раз обращаю внимание, для слушателей дипломных программ. Ну и немаловажно уже, и я касалась этого вопроса, да, этой темы, и Максим Алексеевич тоже, какие же документы мы выдаем, и почему они так ценятся работодателями. В первую очередь мы выдаем свидетельство нашего учебного центра специалистов. То есть проходя каждый модуль, которые включены в дипломную программу, у вас появляется вот такое электронное свидетельство, да, сертификат о том, что вы прошли то или иное обучение. Если вы повышаете квалификацию в нашем учебном центре, то вам в итоге выдается удостоверение о повышении квалификации. И если говорить о дипломной программе, что такое дипломная программа, это возможность освоить быстро новую специальность. Да, в среднем обучение у нас идет по дипломной программе от 5 до 8 месяцев. Все зависит от того, ну скажем так, режима, который вы выбираете. Будете учиться очно, к примеру, каждый день, либо будете по выходным дням учиться, по вечерам и так далее. И в конце выдается диплом о профессиональной переподготовке, то есть о переквалификации, возможность работать по другой специальности. Ну и немного сориентирую вас по времени, да, то есть вот как выглядит диплом. И начало ближайшего курса у нас планируется 24 июля, да, то есть если вы планируете обучение по 1С, не забудьте, соответственно, спланировать его заранее, да, с учетом того, что если вы идете на дипломную программу, еще раз напоминаю, что для участников сегодняшнего дня открытых дверей, у вас есть скидка, это 10% от стоимости дипломной программы, если вы будете проходить ее в онлайн формате, это 13 тысяч получается, и промокод я писала уже в чате, продублирую еще раз, 1СПРОВ2022. То есть по этому промокоду с 22 июля по 25 июля вы сможете получить скидку 13% на обучение, 13 тысяч на обучение по дипломной программе один из разработчиков. Ну и еще раз напомню наши контакты, да, в том числе вот мою почту электронную, по которой вы можете задать мне вопросы. Меня зовут Ребенка Оксана, я менеджер по трудоустройству. И, соответственно, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте мне в чате, я с удовольствием на них отвечу. И еще раз хочу поблагодарить вас за сегодняшнее участие, и мы всегда рады видеть вас у нас на курсах. Пожалуйста, добро пожаловать, ну и отвечаю на ваши вопросы, как обещала. Максим Алексеевич, можете у меня экран забрать, спасибо вам большое. Да, Оксана, спасибо. Тут пара вопросов, ну, мне адресовали, как бы, их адресовали мне, но, мне кажется, они относятся к вам. Уточняют, возможно ли удаленка, я так понимаю, удаленка в смысле трудоустройства на работу с удаленкой, да? Или в чем был вопрос, Виталий? И вот Людмила говорит, что без опыта не возьмут. Ну, по поводу без опыта, могут и с опытом не взять. То есть тут дело-то какое. Смотря на какую должность вы пойдете. Еще раз, есть стажерские должности, где, по сути, берут без опыта. Такие должности есть. Либо этот опыт можно искусственно создать. Ну, то есть, еще раз я потом расскажу, допустим, например, где можно найти примеры задач, то есть где можно, допустим, потренироваться на чем-то, на реальных задачах, да, при этом как бы не трудоустраиваться. Ну, я со своей стороны тоже, да, Максим Алексеевич, отвечу, да, на вопросы. Я с вами полностью согласна. То есть здесь, смотрите, ну, это вот, это как тема индивидуальной консультации. Получается, да, немножко нужно будет и по зарплате подвинуться. Вижу, что Дмитрий тоже пишет для опыта. Опыт как создается искусственно? Вы пишете все то, чему вы научились у нас на курсе. То есть вам нужно сделать ревизию своих навыков. Вы же не только учитесь какой-то теории. У вас есть практика, вы что-то умеете уже делать руками. Вот, собственно говоря, это и должно быть у вас в резюме. Да, то есть это основное. Не просто написать, что я обучился в учебном центре специалист. По сути, эта информация не дает работодателю ничего. Вам нужно написать, что вы умеете, что сейчас вы уже можете предложить работодателю. И тогда уже будет продвигаться процесс трудоустройства. Ну, можно еще запроводить на письмо, написать. Я об этом подробно рассказываю. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, записывайтесь. Я с удовольствием вас проконсортирую, как это лучше сделать. Так, вопрос. Учебная реальная конфигурация – две большие разницы. Учебная… Нет, ну, еще раз. Мы с вами учимся. Да, у любого обучения есть начало. Задачи, связанные, например, с доработкой типовых решений – это немного уже другой уровень, на который невозможно без базы прийти. Да, то есть нет смысла там пытаться залезть в ту же самую бухгалтерию и что-то там разобрать, изменить и прочее, не зная как бы основ. То есть, ну, это концепция такая, это, наверное, общая концепция вообще обучения. Надо идти от чего-то к чему-то. Поэтому, действительно, ну, это разные вещи, я не спорю. А про искусственный опыт это я к чему сказал? То есть это я предлагаю вам каким-то образом искать реальные задачи. Ну, заходите на Инфостарт, например. Заходите на Инфостарт. Там есть раздел «Фриланс». На фрилансе есть, грубо говоря, люди описывают там ту или иную проблему. Да, она там описана не всегда очень подробно, но тем не менее описана. Берете любую конфигурацию, соответствующую данной проблеме, и пытаетесь, например, ее решить. Ну, или просто вот хотя бы находите точки входа, да, где что нужно сделать, чтобы вообще к этой проблеме подобраться, к ее решению. Вот, это я вот в этом смысле говорю по искусственному опыту, то есть попытаться ставить реальные задачи. Ну, опять же, ставить их, не имея базовых знаний и навыков, ну, как-то не очень. Вот, поэтому тут говорится, дорогу осилит идущий. Понятно, что просто как бы там просидев, что-то послушав, специалистом стать нельзя. Надо где-то пытаться взять опыт, да, которым потом вот перед… То есть, ну, составить портфолио, да, то есть вам нужно портфолио. А портфолио у нас, соответственно, будет составляться из тех задач, которые вы решили, или которые вы можете хотя бы решить, да. Вот, поэтому… А как иначе? Ну, тут не особо даже прокомментировать больше и нечего. Максим Алексеевич, спасибо. Так, ну, задавайте еще вопросы, если есть, мы готовы ответить. Вот, и, соответственно, если какие-то останутся потом, можете писать на почту, как я уже и говорила, да, ранее. Ну, и мы всегда рады видеть вас у нас на курсах. Пожалуйста, приходите, консультируйтесь с нашими менеджерами, ну, вот, по телефону, в живой чате, как вам будет удобно. Мы, собственно говоря, всегда готовы вам помочь развиваться профессионально. БСТ – это библиотека стандартных подсистем. Это так называемый механизм, который есть у нас в каждой, грубо говоря, конфигурации. Любой, например, там, администрирование, синхронизация, пользователи и так далее. Их много. Это есть библиотека стандартных подсистем. Ее можно использовать при разработке собственных конфигураций. Точнее, ее нужно использовать при разработке собственных конфигураций, если вдруг вы решите этим заняться. Так, ну что. Так, Оксана, ну что, на сегодня, наверное, все. Да, спасибо большое, Максим Алексеевич. Я думаю, что мы получили, да, да, мы даже немножечко регламент превысили. Я надеюсь, что для заинтересованных слушателей это была полезная информация. Вот, и, соответственно, если какие-то вопросы, ну, уже такие более конкретные остались, пожалуйста, звоните, мы, соответственно, ответим. Благодарю вас, Максим Алексеевич, благодарю всех участников. Всего вам доброго, хорошего вечера. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если что-то нужно будет. До свидания. Да, всем спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова